Ясная Поляна Ясная Поляна — это живое место. И не только потому, что вы сюда приходите и видите природу, которую в городе уже давно тяжело увидеть, и видите, что здесь столько же лошадей, сколько было при Толстом, и бегают кошки и гусь, но в первую очередь она живая, потому что не перестают приезжать писатели, которые приезжали к Толстому, а сейчас приезжают современные писатели, российские и иностранные, приезжают исследователи, филологи, приезжают режиссеры снимать кино. Здесь не заканчивалось и не заканчивается творческое общение, которое мы и стараемся здесь поддерживать. Например, каждый сентябрь к дню рождения Толстого приезжают около 50 современных русских писателей, приезжают сюда уже 20 лет. Это называется «Писательские встречи в Ясной Поляне». Они, что приятно, стали около пяти лет назад открыты любому человеку, который хочет прийти и послушать писателей. Почему-то до этого времени не то чтобы сильно анонсировалось, что это открытые встречи, и писатели общались только друг с другом. И можно сказать, что новая жизнь писательских встреч началась около пяти лет назад, когда они стали общаться не только между собой, но еще и с аудиторией. Из этих же писательских встреч выросла литературная премия «Ясная Поляна», которая сейчас самая большая по призовому денежному фонду в России. Эта премия вручается современному русскому писателю и важному иностранному писателю и переводчику его на русский язык. Для нас было очень важно сделать именно переводческую номинацию. Одни из самых недооплачиваемых, непризнанных людей в литературной среде – переводчики. С помощью премии «Ясная Поляна» у них есть шанс в том числе быть замеченными и получить награду. Чтобы дать понять, что такое номинация «Иностранная литература» в премии «Ясная Поляна», я скажу, кто становился ее лауреатами. В прошлом году это был Амас Ос, а раньше Марио Варгас Льоса и Архан Памук, Рут Азеки. Они приезжали. Обязательные условия вручения этой премии – приезд в Россию. И, в общем-то, в довольно сложной международной обстановке сейчас для многих иностранных писателей это остается, а главное, что для нас остается одной редкой возможностью увидеть главных иностранных писателей в России. Вот уже три года мы проводим летом семинар, называется «Британская литература сегодня». И мы начинали его проводить с организацией «Британский совет». И, к сожалению, через год или через два года, как мы начали приглашать британских писателей в Ясную Поляну и приглашать переводчиков-издателей для общения с ними, «Британский совет» закрыли. Но, в общем-то, нам удалось это все продолжить, потому что теперь мы делаем этот семинар вместе с британским посольством. И для нас это было важно – оставить вот этот международный проект в Ясной Поляне, показать, что нам важно сотрудничество не только с российскими организациями, но и с международными. Ну и вообще тоже предоставить профессиональному сообществу в виде переводчиков-издателей и писателей возможность общения с молодыми и опытными британскими авторами. Мне кажется, что можно говорить довольно о начале такого масштабной работы музея Ясная Поляна с посетителем не только в рамках самой усадьбы, не только в виде традиционных экскурсий, но и в каком-то более современном виде. С 2014 года, когда появилась идея, она была сначала совсем не масштабная, на день рождения Толстого прочитать роман Анны Каренины от начала до конца на веранде дома Толстого. И, в общем-то, сам по себе формат не новый, потому что и в Испании читают «Дон Кихота» от начала до конца. Но мы решили, что это будет хорошо – стоять двое суток на веранде дома Толстого, подходить по очереди к книжке и читать. Но потом все это получилось гораздо масштабнее. Мы пришли, подумали, что личность Толстого гораздо больше Ясной Поляны. Пришли в компанию Google и сказали, а как бы нам сделать так, чтобы… Вот мы это прочитали не просто у себя на веранде, но на весь мир. И сделали что-то, что до этого не было сделано никогда. Мы соединили 30 площадок по всему миру, начиная от Японии, Америки, Лос-Анджелеса и 20 площадок в России. Оставили длинное-длинное расписание, и 700 человек читали 36 часов подряд, передавая эстафету из одного города в другой город, Анну Каренину от начала до конца. Когда это закончилось, после, во-первых, полугодичной подготовки, потом после 36 часов бессонницы, вот здесь вот закончилось, в Ясной Поляне, было абсолютное ощущение Нового года и ощущение, что начинается здесь другая жизнь. И после того, как мы увидели такой живой отклик на это, потому что там промо-ролик посмотрели, 6 миллионов человек, сколько-то миллионов присоединялось к трансляции этого проекта в YouTube, мы поняли, что есть совершенно другой интерес и запрос, и внимание к наследию Толстовой. И здесь музей начал думать, что он может делать с Толстым, кроме того, что приглашать в Ясную Поляну и устраивать экскурсии. Фёкла Толстая инициировал проект вместе с компанией Билингова по расшифровке 90-томника Толстого. Был план на год, а может быть и на полтора года, но так получилось, что кинули клич, и к этому привлеклись волонтёры. Люди по всей России и не только в России стали скачивать страницы этих изображений, использовать программу, расшифровывать и присылать. В общем, за три недели 90-томник Толстого был переведён в текстовый вид. Проект называется «Весь Толстой в один клик», и теперь на сайте толстой.ру можно скачать 90-томник Толстого в любом удобном современному человеку виде – в текстовом формате, в разных форматах для электронных читалок. И исследователям стало гораздо проще работать, потому что, естественно, работает поиск по этим страницам, и можно искать то, что нужно. В Ясной Поляне есть большие летние мероприятия, и из того, о чём интересно и хочется говорить в последнее время – это большой театральный фестиваль «Толстой уикенд», который проводился три раза. Для нас он важен, потому что помогает показать, что сейчас думают о Толстом и его текстах режиссёры. На три дня Ясную Поляну привозят около 20 спектаклей по текстам Толстого, и каждый раз это новый взгляд режиссёра на всем известный текст. Здесь выстраивается около пяти площадок, приезжают 5-6 тысяч зрителей, и они могут… Что для нас особенно важно, каждый, конечно, житель Тулы, если он решил поехать и увидеть московскую постановку, вполне себе может это легко сделать. Поэтому мы привозим постановки из Новосибирска, Хабаровска, из Испании, из Сухума, потому что это те вещи, которые никто не может увидеть, просто доехав до Москвы. Но кроме того, что показывают спектакли, ещё происходят творческие театральные лаборатории для малых профессиональных театров. То есть музей становится таким инициатором экспериментов театральных на основе текстов Толстого и делаются специально под «Ясную поляну» спектакли, иммерсивные спектакли, спектакли-прогулки. В прошлом году, например, это был аудиоспектакль, сделанный тульским режиссёром Евгением Маленичевым на основе дневников и воспоминаний Толстого и Софьи Андреевны. Каждый, кто хотел принять в этом участие, надевал наушники и слышал начитанные актёрскими голосами воспоминания Толстого и Софьи Андреевны, составленные в определённом порядке, и делал такую большую-большую прогулку полуторачасовую по «Ясной поляне». Посетитель или турист, который приезжает в «Ясную поляну», примерно останавливается вот на том месте, где я стою. Чуть-чуть более… Я стою около дома Толстого. Чуть-чуть более любознательные доходят до могилы Толстого. Это ещё 15 минут пешком вот за мою спину. А, может быть, один процент идёт ещё куда-нибудь смотреть на поля. И обидно, что самое красивое в «Ясной поляне» все эти просторы, поля, луга остаются невидимы для обычного туриста. Мы пытались с помощью этого спектакля в том числе увести посетителя далеко и показать все остальные красоты «Ясной поляны». Так ли мы говорим о Толстом, как говорили о нём 10 лет назад, 20 лет назад, 50 лет назад? Можно ли использовать придуманные приёмы разговора о Толстом сейчас? И какое-то время мы обдумывали, что мы можем сделать с этим вопросом, как мы можем приблизиться к его решению. И сделали в течение 2018 года несколько разговоров с публичными интеллектуалами. Назвали это просто таким же вопросом, каким задавались и мы. Зачем Толстой? Это были разговоры о семье и о любви. О том, как менялись взгляды Толстого на любовь, какие у него были взгляды на семью, и можем ли мы смотреть на взгляды Толстого и чему-то учиться от этого. Ещё были разговоры о религии. Зачем Толстой? В чём моя вера? Мы пытались понять вместе с бывшим культурным атташе Ватикана Джованной Паровичини и поэтом Ольгой Седоковой, как религиозные взгляды Толстого могут сегодня отзываться у современного христианина, чему мы можем учиться у Толстого. Мы расшифровали эти разговоры, их можно прочитать на сайте Культу.ру, и собираемся использовать те результаты, те мысли, которые мы услышали, для того, чтобы думать о стратегии развития музея, думать о том, какие делать программы. И сейчас, как нам кажется, довольно хороший старт для этого. Сейчас 2019 год, в 1928 году будет 200-летие Толстого. В общем-то, самое время начать думать, и мы начинаем об этом думать, каким музей хочет прийти в 2028 год, в год 200-летия Толстого, что он хочет подготовить к 200-летию Толстого. Не в формальном смысле отмечания круглой даты, а попробовать использовать эту кажущуюся далекую точку через 9 лет, как перспективу сделать музей таким, каким мы хотим его сделать. Музыка Музыка Музыка